Совсем недавно Беларусь была в центре всех новостей. Помните прошлогодние протесты против нечестных выборов президента? Они привлекли к стране огромное внимание, их все обсуждали, но со временем информационная повестка сменилась. Ну и протесты немножечко стихли, люди перестали так массово ходить на улицы. Вот только Лукашенко никуда не делся. А 10 миллионов белорусов так и остались заперты в одной стране с ним. Лукашенко! Лукашенко! Все это время, воспользовавшись слабостью и такой вот некой апатией, растерянностью белорусов, Лукашенко закручивал гайки, он преследовал политических активистов, он шил уголовные дела, он выдергивал, он задерживал, он брал заложников, он боролся со СМИ. Вот недавно я вам уже рассказывал, была довольно скандальная, довольно громкая история, когда закрыли главное СМИ Беларуси Тутбай. Это был главный сайт, это самый был посещаемый белорусский сайт, там работал потрясающий коллектив журналистов, но к ним тоже пришли с обыском. Но все эти новости, они все равно как-то оставались внутри страны. И вот недавно, видимо, Лукашенко стало как-то скучно, и недавно он решил опять выйти на международную арену. Точнее, на первые полосы международных СМИ. Лукашенко захватил самолет. Да, он захватил самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Это бывший главный редактор телеграм-канала НЕХТО. Формально все было сделано под видом борьбы с терроризмом. Кстати, обратите внимание, как часто некоторые любят бороться с терроризмом, и что на самом деле происходит под этими, казалось бы, благими намерениями. Так вот, самолет якобы сел в Минске из-за того, что там заложили бомбу. Хотя к Беларуси самолет не имел вообще никакого отношения. Это был борт, который летел из Греции в Литву, но он экстренно сел в Минске. Белорусская страна заявила, что на борту находится бомба. Сообщение о бомбе якобы пришло на электронную почту аэропорта. Ну, так бывает. Вот только никакую бомбу, конечно же, в самолете не нашли. Зато задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу. Но давайте разберемся, что произошло подробнее. Сейчас в Беларуси практически не осталось независимых СМИ, поэтому приходится работать. И многие белорусы, я не знаю, они смотрят мой канал. Ну, хоть как-то будем бороться с белорусской пропагандой. Так что, друзья, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и так далее. Все эти действия, они на самом деле, может выглядеть какой-то формальностью, но они помогают вывести ролик в тренды, чтобы как можно больше людей, как можно больше белорусов узнало, что на самом деле происходит. Итак, давайте разберемся. 23 мая в 12.30 по московскому времени рейс компании Ryanair из Афин в Вильнюс пересек границу Белоруссии. Ему практически сразу же сообщают о якобы заложенной на борту бомбе. Диспетчер предлагает пилоту посадить самолет в Минске. Он объясняет это тем, что взорвать судно собираются над Вильнюсом, так что следовать прежним маршрутам никак нельзя. Когда пилот спрашивает, откуда вообще появилась эта информация, что за бред вообще, диспетчер ссылается на якобы полученное минским аэропортом письмо по электронной почте. И с этим письмом еще отдельная история, но на ней мы подробно остановимся чуть позже. Итак, в начале самолет продолжает двигаться по прежнему маршруту, не понимая еще что происходит. Тут надо заметить, что над Минском он вообще даже близко не пролетал. Рейс проходил над северо-западной частью Белоруссии. Самолет во время переговоров экипажа с диспетчером находился в 270 километрах от Минска и в 285 километрах от Вильнюса. 15 километров по меркам современной авиации, конечно же, это не расстояние. Ну то есть судно не обязательно нужно было направлять в Минск. И кроме того, еще раз, это довольно густонаселенная была территория. Там вокруг было много аэропортов, куда теоретически можно было уйти на посадку. Можно было с тем же успехом, ну как минимум, долететь до Вильнюса. После второго сообщения от диспетчера и рассказа о письме с угрозами, пилот попросил связать его с авиакомпанией. Из расшифровки, которую выложило Белорусское министерство транспорта, непонятно, дали пилоту связь или нет. Здесь, наверное, надо будет подождать расшифровок черных ящиков и публикаться хоть более полной версии. Итак, в 12.39. Через 9 минут после первого сообщения самолет все еще движется изначальным курсом. Пилоты не понимают, что происходит и не хотят менять курс. Он уже преодолел половину дистанции над Белоруссией и уже подлетал к границе с Литвой. В этот момент пилот пытается разобраться, от кого именно пришла рекомендация посадить самолет в Минске. Потому что, черт, ситуация немыслимая, пилоты не понимают, что происходит и не верят белорусским диспетчерам. Диспетчер отвечает, что это их рекомендация, рекомендация Минского аэропорта. То есть это рекомендация белорусской стороны. Через пару минут диспетчер настойчиво требует от пилота принять решение. Тот в ответ спрашивает, какой код. Здесь, вероятно, имеются в виду коды уровня угрозы, которые используют в авиации. Диспетчер отвечает ему, что код красный. Такой код означает, что цель террористической атаки известна, а угроза поступила из надежного источника. И здесь я прошу вас особенно обратить на это внимание, потому что диспетчер намеренно ввел в заблуждение пилотов. Пилоты ему не верили, пилоты понимали, что нет доверия минским диспетчерам и какое-то бред, какое-то письмо. Но диспетчер говорит, что код красный. Это значит, что угроза реальна и угроза из надежного источника. После этого пилоту ничего не остается делать, как посадить самолет в Минске. Да, минская пропаганда, белорусская пропаганда, она говорит, что это пилоты сами решили и так далее. Но их изначально ввели в заблуждение. А пилот, он отвечает за судно, это капитан корабля, там много пассажиров, он отвечает за жизни людей. Он не может проводить молниеносное расследование. Кроме того, у пилота нет возможности оперативно связаться со своим начальством и так далее. Он во власти диспетчера, и он доверяет диспетчеру, он должен верить этому диспетчеру. И он оказывает такую безвыходную ситуацию, когда ему говорят, чувак, у тебя бомба, это 100% так, мы знаем, мы уверены. Ну, ты, конечно, если хочешь, иди у гроб людей, но мы тебе рекомендуем приземлиться в Минске. Собственно, в 12.47, это через 17 минут после первого сообщения о бомбе, он меняет курс на Минск. Пассажиры узнают о том, что рейс посадят в Минске в 12.52, через 22 минуты после первого сообщения. Уже перед посадкой рейса, а посадка была в 13.04, с аэродрома в Барановичах поднимается дежурный истребитель МиГ-29. С этим МиГом тоже было много историй, потому что в самом начале появилась информация, что поднялся МиГ, что это лично Лукашенко попросил этот МиГ сопроводить, и многие думали, что самолет был посажен с помощью истребителя. Но на самом деле истребитель был поднят уже после того, как рейс сменил курс. То есть истребитель непосредственно не принимал участия в решении пилотов изменить курс. По версии белорусских властей, истребитель пришлось поднять для безопасного сопровождения рейса в Минск. Ну потому что они якобы опасались пролета заминированного самолета над белорусской АЭС. Это вранье, это вранье. Потому что когда истребитель взлетал, рейс Ryanair был уже в 160 километров от атомной электростанции. И никак вообще не мог ей угрожать. Вот посмотрите на карту. В 13.15 самолет с Протасевичем сел в Минске. По словам одного из пассажиров рейса, после посадки Роман сказал, что его в Беларуси ждет смертная Кайзь. Ну собственно Протасевич все понял, все понял, что происходит. За свою жизнь и здоровье он переживал не просто так. В прошлом году Протасевич и основатель нехты Степан Путило стали первыми белорусами, которых местное КГБ внесло в список причастных к терроризму. Да, там был огромный список из сотен фамилий. Они были единственные два белоруса в этом списке. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Беларуси, которые происходили после прошлогодних выборов президента. Поэтому о задержании Протасевича мы решили поговорить как раз с его коллегой Степаном Путило. Мы разговаривали с Романом в принципе незадолго до задержания. Перед его вылетом на отдых в Грецию он тоже говорил, что устал, хочет отдохнуть. Предлагал когда-то и слетать куда-то совместно на отдых. Но, к сожалению, Роман видимо не учел тот фактор, что пролет на территории Беларуси небезопасен. Хотя мы обсуждали это в чатах ранее о том, что не стоит летать не только над Беларуси, но и над дружественными Лукашенко странами СНГ и даже Азии. То есть, конечно, мы это обсуждали. Видимо, Роман не учел этот момент или не проверил до конца. Но этого никто не ждал. То есть, это абсолютным шоком было для всех нас. Безусловно, Лукашенко сейчас загнан в угол. А загнанные в угол крысы, мы как помним, опасны очень. Потому что они действуют необдуманно и понимают, что у них уже нет никаких шансов. А поэтому будут принимать самые жестокие, радикальные меры. Но мы готовы к этим мерам. Понятно, что экстренная посадка самолета и последующие задержания вызвали бурную реакцию в мире. Директор авиакомпании Ryanair назвал действия Беларуси государственным пиратством. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что власти страны провернули посадку самолета только ради захвата Протасевича. Возмущение выразил президент Литвы Гитанос Науседа. Напомню, что именно в Литву летел этот рейс. К действиям против Лукашенко призвал лидер Европейской народной партии Дональд Туск. Ну понятно, что в России была немножко другая реакция. У нас к инциденту на официальном уровне отнеслись немножко иначе. Я бы сказал, кардинально иначе. Дмитрия Пескова ситуация вообще никак не обеспокоила. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, я так понимаю это была официальная позиция МИДа, сказала, что действия белорусских авиационных властей соответствовали всем международным нормам. Наш МИД удивило не то, что Лукашенко захватил самолет, а их удивила скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая Евросоюз, НАТО и ОБСЕ. Реакция России здесь выглядит немножко странно, потому что помимо Романа Протасевича задержали еще и его девушку, а девушка является гражданкой России. И здесь, казалось бы, Россия должна защищать своего гражданин. То есть еще раз, что произошло? В небе захвачен гражданский самолет с пассажирами, который летел из одной страны Евросоюза в другую страну Евросоюза, просто пролетал над Белоруссией. Его обманом захватили, диспетчер соврал. Не знаю, это была осознанная ложь, знал диспетчер, не важно, да? Понятно, что это все курировалось на самом верху. Диспетчер соврал, и был захвачен самолет под предлогом террористического акта. Был захвачен самолет, и с этого самолета против их воли сняли двух пассажиров. Один гражданин Беларуси, и здесь можно как-то еще рассуждать, что вроде это Беларусь, и они там своего гражданина. Но еще с этого рейса была снята гражданка России, с угнанного, захваченного самолета была снята гражданка России. По этому поводу меня очень удивило, что Россия, официальная Россия, я говорю про Кремль, про представителя Пескова, про наш МИД, она не выразила никакого возмущения. Я не видел возмущенных постов в Фейсбуке наших пропагандистов, я не видел возмущенных постов наших представителей МИД и Кремля. Как будто нормально, ну захватили гражданку России, да, мы там, говорят, мы разбираемся. Ну формально они, конечно, реагируют, они запросили консульский доступ, они как-то там прокомментировали, даже минимально осветили в СМИ, но формально все понимают, о чем речь. Путин не хочет пока идти в противостояние с Лукашенко, даже в частном порядке, тем более уже на публике. Они, конечно, я не знаю, но они понимают, все понимают, как говорится, но ничего сделать с этим не могут. По данным новой газеты Софьи Сапеги предъявили обвинение в организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием и организации групповых действий, сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти. Да, у них есть такая статья. Здесь, конечно, особенно забавна реакция белорусских властей, которые обвиняют в организации беспорядков, ну извините меня, студентов, журналистов, блогеров, ведущих телеграм-каналов и так далее. Казалось бы, какая преступная группа? Им там по 20 с лишним лет, и они смогли организовать чуть ли не переворот. А где все эти бравые КГБшники белорусские? Где все мудрые, которые должны были следить за порядком? Как же они так все это проспали? То есть, если у вас какие-то студенты и блогеры могут организовать протесты и чуть ли не переворот, там в какой-то момент уже кресло под Лукашенко зашаталось. Если у вас какие-то студенты могут вывести на улицы десятки и сотни тысяч людей, разжечь этот пожар, это недовольство, то может быть все-таки что-то не так. И понятно, что я сейчас утрирую, потому что к протестам, конечно, не имеет отношения ни авторы телеграм-каналов, ни тем более Софья Сапега, ни другие, кого в этом обвиняют. Потому что протесты в Беларуси начались после того, как Лукашенко решил украсть выборы. После того, как он фальсифицировал выборы. После того, как он просто наглым образом украл выборы, посадил своих оппонентов. Посадил Сергея Тихановского, посадил других. После того, как он вынудил уехать из страны тех, кто успел бежать и так далее. И когда возмущенные люди вышли, я хочу напомнить, что началось просто невероятное насилие. Людей расстреливали на улице, людей убивали, избивали. Их пытали в отделениях полиции. Он устроился в стране концлагерь. И, конечно, виноват. Единственная вина за все эти протесты, за все эти недовольства и за все эти люди, которые вышли на улицу, лежит исключительно на Лукашенко. Но это было такое отступление. Давайте вернемся к тому, что происходит там сейчас. Понятно, что Софья Сапега нужна Лукашенко только для одного. Чтобы оказывать давление на Романа. Она заложница. Гражданка России находится просто в заложниках у Лукашенко. И ее используют для давления на другого заложника. Потому что если Роман так еще мог как-то изображать геройство, то когда там за стенкой пытают твою девушку, уже сложнее как-то общаться. Я, к счастью, никогда не оказалась в такой ситуации. Надеюсь, никогда не окажусь. Мне сложно вообще понять, как все это дело происходит. Но понятно, что девушку взяли не просто так. Это просто заложница для оказания давления на Романа. И вместо того, чтобы возмущаться, вместо того, чтобы требовать немедленного освобождения гражданки России, наши депутаты, пропагандисты и чиновники поздравляют Лукашенко с удачной операцией по захвату самолета. От России мы реакцию уже получили. Это пропагандистские высеры, я не знаю, как это иначе назвать, в сторону людей, которые сражались действительно для блага будущего Беларуси. Я, конечно, не говорю о России в целом, а о кремлевских пропагандистах в первую очередь, которые это все и инициировали. Россия поддерживает на государственном уровне Беларусь финансово и информационно. Поэтому никакой поддержки для демократического движения от нее ждать не стоит. Тут скорее, конечно, от стран Запада в первую очередь нужно ждать поддержки. Россия на самом деле не любит Лукашенко. Как бы кому ни казалось, Путин очень холодно воспринимает действия Лукашенко. Конечно, после выборов он начал, вынужден был поддерживать Лукашенко, потому что боялся, что протесты начнутся и в России. Поэтому он декларировал помощь финансовую. Кстати, деньги по кредиту на полтора миллиарда долларов так до сих пор никто не получил. Декларировал поддержку военную, то есть помощь Росгвардии в подавлении протестов. Конечно, потому что он боялся, что протесты начнутся в России. Сам же Лукашенко заявляет, что Беларусь это страна гордых людей с острым чувством справедливости. А Запад перешел от бунтов к удушению. Далее возьмутся за Россию. Предупредил Лукашенко во время своей пламенной речи. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь. Здесь надо понимать, что Лукашенко постоянно рассказывает, что дальше возьмутся за Россию, дальше возьмутся за Россию. Я не знаю. Это он пугает лично Путина тогда и Путин это верит. Или он, наоборот, по просьбе Путина и по просьбе Кремля пугает вот так вот всех россиян, чтобы когда русский человек видел это непрекращающееся безумие Лукашенко, когда видел этого людоеда, который начинает уже пожирать и граждан России, чтобы они понимали, что он делает это, видимо, для защиты России. Вот эту старую песню, что уже там и НАТО стоит на границах, и эти танки. Вот он последний вообще наш оплот, после которого, если возьмут уже Лукашенко, то уже от России ничего не останется. Он торгует какой-то совершенно непонятной историей. Вот эта риторика продолжается уже последний год. Стало скучно, неинтересно, но тем не менее он ее продолжает. Ну и конечно же Лукашенко сказал, что самолет посадили только из-за сообщения о бомбе, которая поступила из Швейцарии. И что другие аэропорты, кроме Минского, принимать рейс отказались. Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения. При этом Лукашенко не стал отрицать, что готов нарушить все нормы и посадить иностранный самолет ради ареста. Ну и главная причина всего произошедшего, это конечно же желание коллективного Запада добраться до России и задушить ее. Как хорошо, что на страже мирных будней россиян стоит гордый Лукашенко с острым чувством справедливости. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Версия Лукашенко, конечно, выглядит дырявой со всех сторон. Давайте разберемся. Во-первых, по сообщению белорусской стороны, взрывом самолета якобы угрожало движение Хамас. Да, то самое, с которым воюет Израиль. Я вам об этом недавно рассказывал в другом ролике. Что интересно, даже Хамас охренел от такой версии и сразу же опроверг эту информацию. Вы чего с ума сошли? И в этой ситуации доверие к Хамасу, которая эта организация призвана многими странами террористической. Так вот, доверие к этой организации больше, чем к режиму Лукашенко. Я думаю, объяснять не надо. Во-первых, Хамас все-таки воюет с Израилем, а не с Литвой. Ну и к моменту посадки самолета в Гази уже объявили о прекращении огня. Сейчас перемирие. И согласитесь, странно было бы такая эскалация и перенос конфликта вообще в Европу. Ну и во-вторых, вообще не очень понятно, почему самолет летел из Греции. Взорвать его якобы собирались над Вильнюсом, а предупредили обо всем этом белорусов. Да и кто предупредил? Со слов Лукашенко сообщение пришло из Швейцарии. Не очень понятно, что именно он имел в виду. Но наличие каких-либо официальных сообщений по этому вопросу Швейцария уже опровергла. Скорее всего, здесь подразумевается, что письмо было отправлено через швейцарский почтовый сервис ProtonMail. Это видно по адресу письма. Но понятно, что пользоваться этим сервисом мог кто угодно. Да, это все равно, что если кто-то отправил с Google почты говорить, что угрозы пришли из Америки. Далее Лукашенко заявил, что принять рейсы отказались в Вильнюсе, Варшаве, Киеве и Львове. Вот только в Варшаве уверяют, что никаких запросов они вообще не получали. Собственно, как и другие города, другие аэропорты. Вызывает сомнение и достоверность самого письма. Его текст опубликовал белорусский Минтранс. Вот только по слитым в сеть фотографиям письма получается, что пришло оно через 27 минут после того, как диспетчер сообщил пилоту рейса об угрозе взрыва. Вот на картинке видно, что письмо пришло в 12.57. А мы помним, что первое сообщение о бомбе от белорусского диспетчера пилот получил в 12.30. Спасение от бомбы пришло буквально из будущего. Факт того, что письмо было отправлено уже после связи диспетчера с самолетом, подтвердили и в ProtonMan. Ну и наконец, какова была вероятность, что именно в этом самолете окажет один из самых разыскиваемых в Беларуси людей. То есть, еще раз, что получается? Палестинское движение Hamas собирается взорвать самолет ирландской компании Ryanair, который летит из Греции в Литву. Сообщения с угрозой взрывов присылают на электронную почту почему-то Минского аэропорта. Попробуем что-нибудь прислать на электронную почту и посмотреть, сколько времени они будут на это реагировать. Но они молниеносно реагируют. Самолет перехватывают в небе над Беларусью и сажают в Минске. И именно в нем оказывается человек, которого белорусские власти считают террористом. Если бы подобный сценарий был бы у фильма, мы бы кричали, что вы вообще несете? Такое кино и такие сценарии даже BadComedian не разбирал. А разбирал он, поверьте мне, если не знаете, очень и очень много всякого говна. Конечно, оправдывать действия Лукашенко сразу же начали органы пропаганды. Говорить о белорусских государственных СМИ и проплаченных комментариях в соцсетях я даже не буду. С ними и так все понятно. Гораздо интереснее, как на помощь к батьке кинулась Россия. А Россия прямо грудью начала от нападок Запада защищать Беларусь. Ну, например, сразу пропагандисты, какие-то провластные телеграм-каналы. И вот эти все блогеры начали форсить версию, что вообще ничего страшного в захвате самолета. Кстати, что интересно, в версию с бомбой не померила даже российская пропаганда. Потому что распространять такую дичь просто невозможно. У нас, может быть, телезритель и не самый изощренный. Но такое, чтобы кто-то поверил, я не знаю. Я не знаю, кем надо быть, чтобы поверить в сообщения о бомбе, что Лукашенко кого-то там спасал. Поэтому мы начали форсить другую версию, что здесь нет ничего плохого. Что посадить самолет для задержания какого-то разыскиваемого преступника — это совершенно нормальная международная практика. И так вообще все делают, поэтому ничего плохого Лукашенко не сделал. Это основная версия российской пропаганды, которую начали форсить у нас в соцсетях и телеграм-каналах. Ну сразу же вспомнили, как в 2013 году в Вене был вынужден посажен спецрейс президента Боливии Эва Моралеса. Американские спецслужбы тогда полагали, что на нем летит бывший сотрудник разведки США Эдвард Сноуден. Он был в розыске за то, что передал в СМИ секретную информацию о слежке спецслужб за людьми по всему миру. Незадолго до этого рейса Моралес дал интервью, в котором заявил, что расположен дать Сноудену убежище в Боливии. Ну и многие посчитали, что он может его тогда из России как раз и вывезти на своем самолете. Ну и в итоге, когда самолет Моралеса летел из Москвы, Франция, Испания, Португалия и Италия экстренно отозвали разрешение на его нахождение в своем воздушном пространстве. То есть запретили пролет через свою территорию. Самолету просто некуда было лететь и его пришлось посадить в Вене. Там борт досмотрели, Сноудена в самолете не нашли, ну и Моралес полетел дальше. Сравнение эпизодов с Протасевичем и Моралесом не совсем корректно. Для начала самолет боливийского президента никто не сопровождал истребителем. Его вообще не заставляли садиться, ему закрыли воздушное пространство и у него был выбор, в какой аэропорт сесть. Понятно, что это тоже было давление и все европейские участники инцидента затем принесли Боливии извинения. Но все-таки закрывать воздушный коридор и выдумывать бомбу это, согласитесь, две большие разницы. Тем более, что Моралес мог не сажать самолет в Вене, он мог вернуться в ту же самую Москву. Да, просто он сел в Вене, чтобы нечего было бояться. Ну и не надо забывать, что на рейсе, на котором летел Протасевич, было еще множество пассажиров, это был гражданский самолет, это был обычный пассажирский самолет. В отличие от президентского борта Моралеса. Совершенно разные вещи. Кстати, сам Сноуден, из-за которого сажали рейс Моралеса, тоже возмутился действиями Беларуси. Еще один пример, который часто приводила наша пропаганда, вы, может быть, его слышали, это рейс Москва-Дамаск, который в 2012 году принудительно посадили в Турции. Борт обыскивали 5 часов, после чего нашли некий негражданский груз, из-за которого рейс и был остановлен. Коммерсант сообщил, что этим грузом были элементы для радиолокационных станций систем ПВО. Думаю, здесь не нужно объяснять принципиальную разницу, потому что, да, здесь уже был гражданский борт, это была сирийская авиакомпания, которая выполняла рейс из Москвы в Дамаск, его турки остановили. Почему это произошло? Потому что турецкая разведка получила данные, что на этом борту будет груз военного назначения, а на гражданских самолетах нельзя перевозить военные грузы. То есть в Москве на этот самолет погрузили незаконный груз, и этот самолет летел, турки его переводили, потому что Турция являлась стороной конфликта в Сирии, и это напрямую касалось вообще их интересов, поэтому задержали самолет. И здесь, опять же, согласитесь, совершенно другая ситуация. Одно дело, когда самолет принудительно сажают, потому что в гражданском самолете груз военного назначения, что вообще-то просто нарушение всех правил. Вы что, с ума сошли вообще-то такое делать? Вот, ставить опять же под угрозу пассажиров, да, если бы его взбили турки и так далее. То есть, ну, так вообще нельзя делать. Другое дело, когда самолет посадили, чтобы задержать журналистов и блогеров. Ну, наконец, третий пример, который тоже часто можно было слышать, это рейс Киев-Минск, который посадили на Украине в 2016 году. Самолет посадили за 50 километров до украинской границы под угрозой подъема истребителей. Он вылетел из Киева, но не смог покинуть воздушное пространство, и его вернули обратно. Сделали это потому, что на этом борту находился активист антимайдана Армен Мартиросян. И, казалось бы, вот это та самая ситуация, но ситуация не та самая. Во-первых, самолет задержала та же страна, которую самолет и выпустила. То есть, этот рейс летел из Украины, они просто вернули самолет, не дали ему лететь и вернули этот самолет. Но принципиальная разница, о которой не говорят, в том, что Протасевича и Сапегу отправили в изолятор. И непонятно, когда они выйдут на свободу, их взяли в заложники и так далее. А вот Мартиросяна после допроса, его отпустили, он улетел на следующем рейсе и все у него было хорошо. Он спокойно потом жил в Москве. Вот, об этом не говорят, об этом вам не рассказывают. И согласитесь, все эти ситуации, которые сейчас рассказывают, они немножко разные. Да, еще раз подведем итог. Я, конечно, не оправдываю посадку рейса Моралеса, у него там была дипломатическая неприкосновенство и так далее. Или действия украинской службы безопасности, которая сначала отпустилась, но сразу его вернула. Я лишь хочу подчеркнуть две вещи. Во-первых, все эти случаи разные и нельзя проводить между ними параллели. Во-вторых, нельзя одно преступление оправдывать другими. И то, что где-то что-то плохое совершали, например, ЦРУ, вовсе не дает индульгенции белорусскому КГБ. Кроме того, наш МИД призывает европейские страны быть последовательными. Говоря, что вы сажали самолет Моралеса, вы молчали, когда посадили самолет в военный груз, который летел из Москвы в Дамаск и так далее. Будьте последовательными, тогда что вы пристали к Лукашенко, говорит наш МИД. И здесь получается, что наш МИД тоже должен быть последовательный, Россия тоже должна быть последовательной. А Россия осуждала, когда посадили самолет Моралеса. Можете посмотреть, были заявления наших дипломатов. Россия осуждала, когда турки посадили самолет, который летел из Москвы в Дамаск. Тем более Россия осуждала и выражала просто негодование, топала ногами, когда задержали и допросили активиста Антимайдана. Потом, кстати, еще раз подчеркну, его сразу же отпустили, он просто улетел следующим рейсом. Тогда российской стороне тоже нужно быть последовательной и продолжать возмущаться. И говорит, что Россия не приемлет таких методов. Россия против того, чтобы вот так вот кто-то сажал самолеты, захватывал их и задерживал каких-то людей. Но у России почему-то позиция как раз непоследовательная. Уже на следующий день после задержания белорусские СМИ стали распространять видео с Протасевичем. В ролике журналист со следами, скорее всего, побоев на лице уверяет, что не испытывает проблем со здоровьем, а также сообщает, что дает признательные показания. Здесь надо понимать, что на момент записи этого ролика к нему не пустили адвокат. То есть так называемые показания он давал без адвоката. Аналогичное видео сделали с его девушкой Софьей Сапегой. Ну и все это сопровождалось обилием обвинений и информационных сливов. Например, председатель белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что Протасевич был наемником в батальоне Азов. Этот украинский батальон участвовал в боевых действиях на Донбассе. Нашлись даже фотографии Протасевича в форме этого батальона. Здесь нужно понимать несколько вещей. История про то, что Роман Протасевич якобы воевал в батальоне Азов и так далее. Вот эти натянутые доказательства в виде каких-то фотографий в военной форме и все остальное. Она уже тиражируется и форсируется не первый день. Что здесь надо сказать? Что происходило это много лет уже назад. Это был 2014 год. С тех пор прошло много лет. И никакие претензии Протасевичу не были предъявлены. Протасевич до последнего времени, когда ему не пришлось бежать с Беларуси. Он работал в Беларуси, он ни от кого не скрывался. И пока он не начал вести оппозиционную деятельность, пока он не начал мочить Лукашенко, никаких претензий к нему не было. Кроме того, это вообще не имеет отношения к делу. Это такое типичное забалтывание. Нам пытаются показать, что Протасевич плохой, что Протасевич злодей. Он якобы воевал за фашистов, он якобы воевал за каких-то упырей. Мы должны его перестать жалеть, мы должны сейчас сказать, ну ладно, раз он такой плохой человек, то можно захватывать самолет гражданский, можно воровать оттуда гражданку России вообще вместе с ним и так далее. Нет, друзья, это обычная забалтывание, такая демагогия, чтобы фокус вашего внимания, чтобы вся ваша злость ушла на какие-то другие, вы выплеснули. И это попытка отвлечь вас от главного факта, от преступления режима Лукашенко в виде захвата самолета. Поэтому, если вы где-то видите, в информационном поле идет какое-то это забалтывание, а вот он перешел дорогу на красный свет, а вот он такой-такой, а вот он сякой-сякой... Еще раз, да, мы сейчас говорим о захвате пассажирского самолета под угрозой теракта. Мы говорим о захвате режима Лукашенко пассажирского самолета. И мы говорим о взятии двух пассажиров, это протасеющего девушку, в заложники. И о том, что они сейчас под пытками, под давлением дают какие-то показания. Можем ли мы верить показаниям, которые дают без адвокатов захваченные люди, которые дают без адвокатов в белорусском КГБ? Мне кажется, что нет, и обсуждать это вообще не серьезно. Ну, если вам интересно, основатель Азова Андрей Белицкий заверил, что протасевич вел исключительно журналистскую работу. Да, он сам протасевич не скрывал, что он был на войне в Донбассе. Он работает там как журналист, он работает как стринг. Кстати, он даже для Live News делал какие-то материалы. Казалось бы, такой уж лютый националист делал для Live News какие-то там материалы. Куда деваться? И понятно, что если он работал на войне еще и с украинской стороны, то в какой-то момент молодой человек мог там даже сделать какие-нибудь фотографии с фото с оружием или еще что-то. Но это никак не говорит о его участии в батальоне Азов. Ну и кроме того, если мы сейчас захотим привлечь всех, кто так или иначе принимал участие в том конфликте, то вы только представьте, какое количество, в том числе и граждан России придется привлекать, которые вот эти вот все солдаты удачи, которые туда ринулись. Я никоим образом, конечно, не оправдываю всю эту бойню, которую там развели. И это, конечно, величайший п***ц, мы об этом можем отдельно поговорить. Но в данном случае это идет просто забалтывание. Также по словам белорусских чекистов, сейчас Протасевич дает показания о спонсорах подрывной деятельности в Беларуси. Лукашенко, кстати, обещал все эти данные скоро обнародовать. Мы вам представим, как и всей общественности, все, что они наговорили. Видимо, мы услышим вторую часть переговоров про Крепкого Орешка. Надеюсь, на этот раз белорусские чекисты смогут немножко поработать над драматургией, чтобы уж не хотелось, глядя на все это, хватать закол и говорить, что вы вообще несете. Какой-то уровень турецких аниматоров из не очень хороших отелей. Что касается Сапеги, то она на видео признается, что вела канал «Черная книга Беларуси». Этот канал публикует личные данные силовиков и признан в Беларуси экстремистским. При этом никаких подтверждений, кроме видео, пока не представлено. Как записывалось видео, мы тоже не знаем. Мы знаем только то, что на момент записи так называемых признательных показаний адвокат не был допущен ни к Софье Сапеги, ни к Протасевичу. То есть они давали эти показания без адвокатов, давали их под давлением. А понятно методы работы КГБ белорусского, что ты там дашь любые показания, если они захотят. Тем более ребятам этих методов было хорошо известно, потому что они были в повестке, они следили за новостями и они понимали, что их ждет. Мать Сапеги в разговоре с BBC заверила, что ее дочь уехала из Минска в первой половине августа и с тех пор туда не возвращалась. Никакой политической деятельностью вообще не занималась и никак там не участвовала. И здесь еще есть один важный момент, что даже по первым признательным показаниям, даже по первой информации, за что их задержали, за что? Что же такого страшного сделали эти два молодых человека, Роман и Софья? Какие они такие злодеи, ради которых, еще раз, завернули самолет с пассажирами, подняли истребитель. Наверное, это какое-то воплощение сатаны, наверное, главное зло. Наверное, они хотели сделать теракт и убить всех людей на земле. Что же это такие за злодеи? А единственная их вина, что они вели оппозиционные телеграм-каналы. Еще непонятно, вела ли что-то Софья, потому что пока ее в этом обвиняют. То есть, что они вели оппозиционные телеграм-каналы, что они боролись за свободу Беларуси, что они не признали украденные выборы, что их это возмутило, и они начали сопротивляться как могли. Это единственная их вина. То есть, их фактически делают главными экстремистами, главными злодеями просто за оппозиционную деятельность, за то, что их позиция не совпадает с позицией Лукашенко, и то, что они не хотят видеть Лукашенко в президентском кресле. Это же какие, получается, злостные террористы, ради которых стоило еще все это дело воротить. 25 мая, через два дня после задержания, Софью Сапегу арестовали на два месяца. А по состоянию на вечер четверга к ней до сих пор не пустили адвоката. Чтобы вы понимали, до сих пор адвокат не может с ней поговорить. В пятницу пройдет судебное заседание по жалобе защиты Сапеги на ее задержание. В этот же день судьбу россиянки обсудят Путин и Лукашенко. Они планируют встретиться в Сочи. Посмотрим, как там будет происходить. Я очень надеюсь, что Софью вернут в Россию и она будет свободна. Правда, надежда эта призрачная, учитывая наши теплые отношения с Белоруссией. По словам источника BBC, Сапеги может грозить до 15 лет лишения свободы по статье «Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти». По другой статье, это разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды, ей грозит до 12 лет тюрьмы. То есть, если Россия сейчас ее из лап этого упыря не вытащит, Софья надолго отправится в белорусскую тюрьму. Источник также сообщил, что вначале Сапега отказывалась давать показания, но потом следователь разговорил ее психологическими приемами. Что это были за трюки, доподлинно неизвестно. Источник предположил, что в КГБ могли сделать укол, подмешать в еду препарат или пообещать в случае сотрудничества депортацию в Россию. Ну понятно, что у белорусских чекистов руки по локоть в крови и выбивать показания они умеют. Варианты развития событий, как пишет BBC, следующие. Ей могут предъявить обвинение, а затем прекратить дело и отпустить. Так поступили с бойцами ЧВК Вагнер. Если помните, это было еще до президентских выборов в Белоруссии. Они были арестованы прямо перед самими выборами, и затем их освободили после переговоров Путина и Лукашенко. Лукашенко такой, Путину сделал подарок, так и быть, отпущи у ваших заложников. Другой вариант. Часть материалов уголовного дела, которые касаются россиянки, могут передать для расследования в Москву. И здесь ее тоже могут отпустить. По такой схеме в свое время оказался на свободе директор Уралкалия Баумгерта. Наконец, третий путь. Сапегу осудят в Беларуси, но передают в Россию для отбывания наказания. Понятно, что на действия Лукашенко резко отреагировали на Западе. В первую очередь в Европе. Немедленного освобождения потребовала Литва. Европейский совет призвал перевозчиков избегать воздушного пространства в Беларуси. От полетов над страной уже отказалось более десятка крупных авиакомпаний. А Франция, Великобритания и еще несколько стран запретили прилетать белорусским самолетам к себе. Ожидается, что запрет на полеты белорусских самолетов ведут все страны Евросоюза. С осуждением действий Беларуси выступили и в ООН. Но белорусская оппозиция наверняка ждет от руководства западных стран более жестких действий в отношении Лукашенко. Светлана Тихановская сама сейчас ездит и ищет поддержку везде. Но это правильно, потому что нужно просить как можно громче сейчас помощь международного сообщества. Потому что это одно из немногих, что может действительно помочь нам в дальнейшей борьбе. Потому что все инициативы, находящиеся в Беларуси, все протесты сейчас брутально подавляются в зародыше. И, конечно, никакой активности, когда стреляют в людей пулями резиновыми. Когда людей задерживают на 15 суток, а сейчас увеличили до 30 суток минимальный арест за просто бело-красно-белые жалюзи или маску. Конечно, в такой ситуации никаких массовых протестов ждать не стоит. И тут стоит полагаться больше на такие единичные партизанские дворовые активности, которые все же напрягают режим. И, как видим, он до сих пор не может простить людям то, что они выходили в августе, в сентябре, в октябре так массово. Конечно, и сейчас он мстит и сажает за каждое проявление свободы. И хочет сделать так, чтобы в Беларуси не только боялись сказать что-то плохое против этого режима, но и боялись косо посмотреть вообще в сторону этой власти. Мы ждем самых кардинальных мер, потому что 8 месяцев санкций, беззубых, можно сказать, санкций, показали, что режим этого не боится. И он сейчас это в открытую демонстрирует, идя, по сути, в открытое противостояние с Западом. Конечно, нужны такие санкции, которые действительно заставят режим задуматься. Он, может, и не ожидал, что сейчас самолетом будет такой общественный резонанс, потому что сейчас все страны переполошились. На самом деле это было довольно неожиданно для самого режима. Мы видим по реакции пропагандистских СМИ, они уже срываются в истерику, в маты, в оскорбления прямые, даже самые приближенные к Лукашенко каналы. Я представляю, что будет, если санкции пойдут и дальше. То есть, конечно, режим декларирует, что ему плевать на это, но мы понимаем, что очень многое во внешней политике, в экспорте экономики Беларуси завязано на странах Запада. И нужно максимально изолировать Беларусь от цивилизованного мира до того, как не будут уменьшены попытки репрессий. Я сейчас говорю о таких мерах, как признание этого режима террористическим и приостановка, разумеется, всех дипломатических, экономических, информационных, транспортных, как сейчас перекрывают полеты над Беларусью, всех отношений с этим режимом. Вплоть до банковских отношений, то есть, отключение системы международных банковских платежей SWIFT и так далее. Это все вынужденные меры, и беларусы их поймут. Я думаю, ближайшая фаза всплеска гражданской активности в Беларуси будет к концу этого, начало следующего года, когда запланирован референдум по изменению в Конституции. И, соответственно, параллельно с этим референдумом сразу же, как обещали, хотя все меняется и доверия нету к официальным лицам, тем более Лукашенко, но параллельно с этим референдумом должны проведены быть выборы, следующие президентские. Конечно, если, опять же, Лукашенко, скорее всего, пойдет на такой сценарий, что поставит кого-то из своих, конечно, люди снова возмутятся. Другой вопрос, в какой форме будет эта активность и насколько масштабные. Санкции против беларусской авиации уже показали свой эффект. 26 мая рейс «Белавия» из Минска в Барселону не смог вылететь из Беларуси. На пути ему пришлось бы пересечь закрытое для компании воздушное пространство Франции. Из-за этого рейс не пустили в Польшу, и самолету пришлось кружить над Брестской областью, вырабатывая топливо, чтобы безопасно вернуться обратно в Минск. Борт провел в небе около двух часов. Да, жалко пассажиров, но ничего не поделаешь. Траекторию его полета уже предложили превратить в новый логотип «Белавия». Но шутки шутками, а последствия запрета на полет наверняка почувствуют многие беларусы. Если к Франции и Великобритании присоединиться весь Евросоюз, то летать из Минска будет особо некуда. Ну, не знаю, не считай, может, какие-нибудь там внутренние рейсы. Понятно, что летать «Белавия» сможет только в Турцию, если Турция не закроется для них. Ну и, конечно же, в Москву. Фактически «Белавия» превратится в внутрироссийскую, такую региональную авиакомпанию. В самой «Белавия» отменяют рейсы, международные рейсы, и, как говорят, уже начинают с сокращения. Кстати, вначале поддержать беларусскую авиацию решила Россия. К нам перестали пускать иностранные рейсы, которые облетают Беларусь. Из-за этого были отменены рейсы «Париж-Москва» и «Вена-Москва». Но, вроде бы, это были просто какие-то бюрократические трудности, и дальше самолеты будут пускать. По крайней мере, «Росавиация» никакого запрета так и не выдала. И, вроде, дальше должно быть все хорошо. Достанется, конечно же, не только беларусским авиакомпаниям. В Евросоюзе уже пообещали расширить список беларусов и беларусских компаний, на которые наложат санкции. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель уже призвал, например, поставлять российский газ в Европу в обход Беларуси, чтобы лишить ее дохода от транзита. Обсуждается также запрет на экспорт в Европу беларусских калийных удобрений. Это одна из главных бюджет таких образующих у них статей. Ну и масштаб санкций, скорее всего, будет зависеть от развития дела Протасевича. Подводя итоги можно сказать, что Лукашенко вышел на новый уровень своего беспредела. Принудительная посадка самолета делает его ближе к сомалийским пиратам, чем к президенту нормальной страны. Остается лишь посочувствовать беларусам, многим из которых теперь даже летать над своей родиной нельзя. То, что происходит в Беларуси, это настоящее безумие. Что бы вам сейчас, друзья, не рассказывала пропаганда? Не рассказывали все эти прикормленные люди, которые будут вас убеждать, что это нормально, что все так делают? Или что это не совсем нормально, но Протасевич, посмотрите какой он упырь и какой он негодяй и подонок. Поэтому вроде бы как бы ничего страшного. Я вас прошу, не отвлекайтесь, не дайте себя обмануть, не дайте себя заболтать. Потому что мы имеем дело с государственным терроризмом, мы имеем дело с угоном, фактически с угоном самолета. Беларусь, по личным распоряжению Лукашенко, он подтвердил, что это он отдал приказ поднять самолет и так далее. Она просто похитила пассажирский самолет с пассажирами. Там находилась куча людей, подвергли угрозу жизни десятки и десятки людей, которые находились в этом самолете. То есть вы сводите там счет своими политическими оппонентами, при чем здесь люди, да, то есть это просто угнали пассажирский самолет. И угнали не просто так, а инсценировали угрозу теракта. А это довольно серьезно, инсценировали угрозу теракта, диспетчер обманул пилота. Инсценировали угрозу теракта, все для того, чтобы захватить еще раз ни абы кого, ни сатану, ни террориста номер один. Чтобы захватить журналиста, блогера и его девушку, гражданку России. Их украли, чтобы сейчас получить показания под пытками, чтобы получить, оказывать на них давление. И потом с этими показаниями бегать по телевизору, чтобы срать в уши белорусам, чтобы срать в уши россиянам. Показывать, что смотрите, смотрите, во всем виновата НАТО, во всем виновата Америка, латыши, эстонцы, поляки, чехи. Все вот прямо собрались и ждут, когда же этот крепкий орешек Лукашенко расколется. А он все не раскалывается, они все там подкапывают и подкапывают. И здесь я хочу, чтобы вы тоже помнили, с чего все началось в августе прошлого года. Началось с украденных выборов. Началось с того, что Лукашенко посадил всех своих оппонентов. Что до выборов допустили только Светлану Тихановскую, которую он называл домохозяйкой. Даже не думал, что у него есть какие-то шансы. Но когда он понял, что его даже так называемая домохозяйка может у него победить. Он просто нарисовал себе нужный процент. Он просто выкинул белья, даже никто не считал. Они даже не опубликовали протоколы, просто украли выборы. Люди возмутились, и я еще раз хочу напомнить. Этих людей избивали, расстреливали, пытали, брали в заложники, сажали, шили им уголовные дела и так далее. Лукашенко кровавый упы. Не забывайте об этом, не дайте себя обмануть. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok